всем доброе доброе утро сегодня пеку хлебушек из трех сортов муки буду брать ржаную муку вот такую вот муку пшеничную тип 550 и буду молоть динкель не знаю как перевести динкель на русский моей машинке есть функция мельница я буду делать сама муку из этой пшеницы ну и дрожжи соль вода конечно же соответственно первым делом я смолола динкель сейчас посмотрим что у нас за мука получилось пересыпем ее вот такая вот мука получилась отрубями получается она хорошая мука динкель и так свою муку я смолола пересыпала в отдельную чашечку теперь буду заливать воду и буду растворять дрожжи кубик дрожжей держу на три части беру одну третью часть от кубика засыпаю в свою воду две трети остаются и так мои дрожжи растворились в теплой воде теперь я отправляю сюда свою смолотую пшеницу муку из смолотой пшеницы если у вас нет динкель нет возможности ее смолоть вы можете просто взять обыкновенный динкель мель теперь роган мель я буду взвешивать мои машинки есть функция весы я буду взвешивать я буду брать 100 грамм и теперь бойцы мель после такого как я засыпала три сорта муки наверх пойдет соль все это дело мы теперь смешаем и замесим мягкое тесто мое тесто хорошо замешалось сейчас я вам покажу как оно выглядит она получается такое вот немножечко даже мягенькое совершенно не жесткое мягенькое тесто и в таком состоянии я его оставлю подходить она будет подходить где-то наверное минут 40 в этой машинке долго подходить давать не нужно потому что она очень много загоняет в тесто воздух ребята свое тесто я немножечко прозевала она у меня аж вышла наверх очень хорошо поднялось я сейчас немножечко подобью и дам ему еще раз подойти посмотрите как она прекрасненько поднялось тесто немножко подобью его и дам еще минут 40 ему подойти мое тесто второй раз хорошо подошло теперь я буду вытаскивать его из чашки таким вот образом полностью аккуратно вытащу его из чашки и итак мое тесто на столе оно такое жиденькая получается вы можете руль хорошо высыпать вашу рабочую поверхность мукой и вот так вот его немножечко собрать к серединке сильно его княть не нужно а немножечко вот так серединке его собрать вот таким вот образом и и так ребята что делают дальше беру небольшую чашечку выкладываю чистым полотенцем посыпаю обильно мукой прям очень так хорошо обильно муку берите не белую обычную муку возьмите или ржаную или динкельмель она лучше отделяет тесто от полотенца обильно прям посыпаю мукой и сюда отправляю наше тесто тесто вниз головой вот так вот таким образом не с головой чуть-чуть его придавливаю накрываю накрываю и дам ему таким образом еще немножечко настояться даю настояться но важно не дать ему перестоять ребятам и хлебушек уже хорошо подошел мое тесто вернее свою духовку я уже включила на 250 градусов и в ней разогреваю свою форму сейчас покажу вам разогреваю в ней свою форму она очень горячая сюда сейчас в эту форму я постараюсь очень аккуратно выложить свой хлебушек пожалуй отключу чтобы не обжечься итак я выложила свой хлебушек вернее свое тесто теперь перекладываю его в форму у меня форма квадратная конечно это немножечко не очень хорошо для нашего хлеба для формы но оно еще будет подходить и разогнется а теперь я постараюсь его как-нибудь украсить мой нож походу не очень острый для таких дел ну надеюсь вот как-то так получится и все мой хлеб может отправляться в духовку еще один нюанс выпекать я его буду при закрытой крышке я его сейчас накрою точно такой же горячей крышкой надеюсь не обварюсь этой крышкой не закрыла и отправляю его на 250 градусов в духовку на 30 минут ребята мой хлеб просидел в духовке 30 минут под закрытой крышкой вот так вот он выглядит теперь сейчас я его отправлю обратно в духовку но теперь на 220 градусов и еще минут на 20 на 20 минут ребята мой хлебушек готов только что вытащила его из духовки вот такой вот красавец получился извиняюсь извиняюсь за свои технические неполадки сейчас постараюсь его вытащить из формы аккуратно как-нибудь этого не нужно больше не вылазит сейчас отключу кровь попробую вытащить так с горем пополам вытащила свой хлебушек вот такой вот прекрасный такой легенький получился на малевазе горячий хлеб он тяжелый а этот прям легенький корочка вот так вот выглядит он внизу точно так же корочка такая же в общем то прекрасный хлебушек испекла из трех сортов муки теперь нужно дать ему хорошо остыть потом разрежу покажу вам как он выглядит внутри итак ребята мой хлебушек остыл сейчас я его разрежу покажу вам как он выглядит изнутри вот так вот он выглядит внутри прекрасно пропёкся вот смотрите ребята такой вот хлебушек получается из трех сортов муки если их смешать он не просто вкусно он еще и полезно получается ребята я еще хотела с вами поделиться одной своей идеей как вы уже многие наверное слышали многие уже это знают канал к или не на обед проводит одну рекламную акцию а именно проводится флешмоб в помощь начинающим блогерам мне бы очень хотелось принять в этом активное участие я обращаюсь к своим подписчикам к своим зрителям своего канала поддержать меня пожалуйста в этой давайте поддержим или ну в этом ее благородном начинании я чем смогу как смогу по мере возможности конечно же и помогу еще хотела бы рассказать вам об одном канале амуша прахт казашка в германии называется канал зайдите пожалуйста к этой девушке вы не пожалеете очень хороший канал мне он очень понравился когда я от ней зашла ссылку на канал к или не на обед я оставлю внизу под описанием ребята давайте поддержим друг друга я думаю нас неравнодушных людей очень много все вместе мы прорвемся дальше если вам понравилось мое видео ставьте лайки или дизлайки на ваше усмотрение подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео я желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч друзья спасибо 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 спасибо